Думаю, либо в ту сторону, либо в ту. Завтра бы хорошо по-светлому так прокатиться. Надо бы до Сочи доехать в субботу. Очень хорошо поспал. Это очень вкусно. Блин, стремно, что-то вкусно. Давай, ходи. Вот там у нас был лагерь, вот за этим. Дорога, конечно, красотища. Да, с мотровой оказалось не очень, конечно, для ночлега. Что-то я сейчас голову ломаю, что делать. Ну, дальше поеду, что делать. Друзья, это видео я доделываю из больницы. Сегодня у нас 26 января, и завтра, 27 я, наконец, буду делать операцию на нос. Буду там что-то ломать, резать. В общем, так, под общим наркозом. Но все в порядке, операция плановая. Я ее задумывал еще год назад, когда делал фильм. Занимался озвучкой, понял, что мой нос дышит недостаточно хорошо для того, чтобы заниматься озвучкой. И это очень слышный микрофон, потому что я, ну, в итоге я весь фильм, всю озвучку делал на каплях. Но это не дело. В общем, я решил, что надо что-то с этим делать. Вот лорни в Питере. Вот все, завтра будет не делать. Надеюсь, мне это поможет. Ну, врачи говорят, что поможет. И после этого, надеюсь, что я задушу с новой силой. Но единственное, что мне сейчас сказали, что реабилитация займет месяц. Я думал, меньше. Ну, то есть я в итоге вынужден задержаться в Питере еще месяц до конца февраля. То есть я надеялся уже пораньше, в середине февраля приехать. Но вот до конца февраля, к марту, я надеюсь, что все будет хорошо, и я вернусь. Так что завтра у меня веселый денек. Под общим наркозом все делается. Мне его никогда не делали вообще наркоз, поэтому для меня это переключение. Тоже что-то интересное, что-то новое. Ну, а пока надо дореализовать то, что я съездил на юга, свою поездку. Все-таки снимал, ездил, надо сделать. Кому интересно, рад, что вы смотрите. Марта, возвращаясь, и снова Якутия. Ну, а пока поездка с Севастополя до Новороссийска. Приятного просмотра. Друзья, я всех приветствую в зимнем Крыму. Сегодня у нас 9 декабря. Погодка дождливая, но ехать надо. Мне пришлось вернуться в Севастополь. Тут возникли некоторые дела, которые, в принципе, ну, важные. В общем, надо было сделать. Пару дней я тут побыл. Сейчас опять сестренкой с племянницей. И сейчас, ну, надо ехать. Потому что сегодня четверг. Мне было все-таки, вот я хочу до Сочи добраться. В общем, мне осталось пару недель покататься. И 20-х числах надо вернуться в Питер. А это уже, считай, совсем мало дней осталось. Если я хочу еще там в Майкоп съездить, там в Маковский район, там, погостить в гости к детью Сашу. В общем, ну, еще в деревню нужно заехать, в Воронческую область. Мне там с родными, с друзьями увидеться, со всеми пообщаться нормально. Я думал, на недельку заеду. А сейчас уже там 2-3 дня, наверное, будет получаться. Подмосковье, Москву, в общем. В общем, план какой? Хочу еще раз заехать в монастырь Шулдан, если погода позволит забраться туда. Еду сейчас в ту сторону. А дальше надо будет уже двигать-двигать к материку. Думаю, либо в ту сторону, либо в ту. Скорее всего, в ту на побережье. Потому что... Надо бы до Сочи доехать в субботу. Такой план. Чтобы это сделать, надо сейчас до Гурзуфа, да я хочу добраться, заночевать на той стоянке, которая у меня... Которую я уже знаю. Мы там с ребятами были. Там, в принципе, ну, такая закрытая от ветра, если ветер будет. Нормально. С утра встать, позавтра когда поехать. Пораньше. Вот сейчас пораньше лечь, пораньше встать, и завтра бы хорошо по-светлому так прокатиться. Докуда-нибудь до Анапы добраться бы. Да, самая моя любимая ночная дорога. Дождь. Ну, здесь вот сейчас я поснимаю кусочек, где освещено. Она еще и... Неосвещенная дорога. Видите, как темно. Много где на трассе. Здесь темные участки. Прям вообще ничего не видно. А, дорогу снимать мне сейчас, в общем, лень. Встретимся на месте. А я придумал. Давайте покажу вам эту дорогу днем. Я ведь по ней уже ездил. Пока еду ночью. Субтитры сделал DimaTorzok Все, доехал до поляны. Дождь идет. Думаю, переждать, пока посидеть. Потому что мне, чтобы ложиться, нужно вещи там потаскать. Поукладывать под машину часть вещей. Может, кончится. Скоро посижу пока. Погода сегодня холодная, конечно. Такая. Поэтому посмотрим, насколько я проснусь от холода. Через сколько часов. Сейчас, короче, полвторого. Ну все. Спокойной ночи. Тейк. Доброе утро всем. Что могу сказать про сегодняшнюю ночь? Очень хорошо поспал. И не замерз даже. Холода не было. Ну вот я машину так и не прогревал. Как лег. Сейчас полдевятого время. Ну, прохлада есть такая в машине. Но чего вообще тепло под одеяло? Финальный штрих. Пробежка. Тем более, гора Аюдак. Как же не забраться? Хотя бы чуть-чуть. Так вот, примерно, начинается каждое мое утро. Это я не то, что ради там, типа, я там спортсмен. Нет, мне еще далеко до спортсмена. Это я только сейчас вот эту привычку вырабатываю. Сейчас, может быть, дни 30 прошло, как я начал бегать. Ежедневная зарядка утренняя. Там тренировочка небольшая. Такая чисто для физухи, для поддержания. Просто, ну, как пример, тем, кто все пытается, это начать делать. И не хватает что-то лени, что-то потом. Нет, надо вот прям завтра взять и сделать. Давайте вот, кто сейчас смотрит и кто все никак не может собраться. Завтрашнего дня. Начинаете с пробежки. Хотя бы просто кружок вокруг дома. Минус 40, Якутск. Я бегал в минус 43 километра по парку. С паркранерами якутскими. Это реально. Так что это не отмазка. Вот, поставьте задачу хотя бы кружочек вокруг дома пробежаться. А там как пойдет. Я после этого прибегая домой, отжимаясь, там планку постою. Там еще какие-то там фишки, упражнения. И знаете, как у утра начинается? Какой-то энергичный день становится. Вот сейчас у меня прям... Я проснулся еще, как бы сонненький такой. Сейчас у меня энергия прям прет. Я готов ехать дальше. В общем, кайфую от предстоящего дня. Айдак. Медвежья гора. Гора Медведь. Спасибо за приют сегодняшний, что приютила. Дала хорошие сны. Я очень хорошо спал. Рад снова видеть. Вот ветка. Рухнула. Вот такой может упасть и сверху, когда в гамаке лежишь. Тоже обалдеть. Вот сейчас, похоже, ураган был. Свежий. Я вот тут спал, вот гамак вешал. Вот так. На завтрак вареные сосиски, вареные яйца. Смятку. Это очень вкусно. Смятка. 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 Какое интересное место. Вот здесь вообще виды. Печка такая. Класс. Это мой подножие горы Южная Деменджи и Хой Кая. Еще тут, ну, две вершины обозначены на карте. В общем, решил я немножко попробовать свернуть дороги. Доехать. Хотя, что мы дорогой здесь не очень нравится. Поверните налево, во двор. Не, посмотрел, там дорога плохая совсем идет. Не буду рисковать. Он собачка меня встречает. Пойти поздороваться. Привет. Друг, ты, надеюсь, тут нигде не подлезешь снизу? Нет? Что ты потерял интерес ко мне? А, снизу там вон щели. Легко может выбраться стопудово. Пошел. Красавчик. А, ты играться хочешь? Ну-ка, давай, давай. Давай. Ну, клади. Давай, давай. Ну. Блин, стремный, что откусит. Давай, клади. Давай, 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 давай. Ну, давай. Опа. Опа. Зубки поточить. Да, 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 да. Да что ты будешь делать? Ну, как мне уехать вот так вот быстро? Я на каждой площадке практически останавливаюсь. Вот дом, прикиньте, вот тут жить, строится. И вот такие виды. Ну, это место я не мог проехать мимо. Солнечногорская. Прямо на берегу находится. Поселок. Первый раз, когда я приехал в Крым, в 12-м, по-моему, году. Когда я первый раз все это видел. Здесь мы стояли лагерем. С ребятами-туристами. Немного воспоминаний мне с этим связано место. Здравствуй, море. А то я все по горам, да по горам. На самом деле к морю-то я и не подходил. Сейчас в первый раз и долгое время ноги помочу. Вода ледяная уже, конечно. И летняя, но... Вот там у нас был лагерь. Вот за этим холмом. Мы сюда вечером ходили на искотеки. Возвращались потом ночью там вдоль моря. Такие воспоминания, конечно, крутые. Судак 50 километров. Так интересно здесь по поселкам ехать. Я вот камеру поздновато включил. Но на меня села. Заряжаю. Дорога, конечно, красотища. Прям вот слов нет. Кайфую. Сегодняшний выпуск у нас дорожный, чисто. Аудей, кстати, легко мог бы заночевать. Здесь столько съездов с дороги. И такие виды красивые. Вот это, конечно, минус, что я все-таки сейчас уже время поджимает. И если бы я месяц назад выехал, я бы тут ехал бы неделю. Как минимум по этим местам. Спокойно. Не торопясь. Вот, допустим, в этом месте. Мне здесь очень нравится. Я сейчас смотрю. Вообще кайф. Вот так вот даже сюда заехал. Тут там встал. И все. Ну-ка. Вот, допустим, я вот так вот сделал. Сейчас проверим. Вот тут дорога идет. То есть я вот на машине сюда приехал. Допустим, вот где-нибудь забазировался. И вот такие виды. Допустим, вот так вот. Допустим, вот так вот. Допустим, вот так вот. Время полшестого уже стемнело. Почти. Сейчас я голову ломаю. До Судака мне полчаса ехать. Ну, в принципе, я там был несколько раз. А потом от Судака, если там вот мне заночевать, мне потом завтра опять к вечеру приеду. Я сейчас думаю, я думаю, может быть, в ночь поехать на материк, там Анапа, Новороссийск, куда-нибудь туда вот доехать, чтобы завтра уже по дню до Сочи. Ну, или хотя бы до Анапы. Я просто по той дороге, опять же, вот я говорю, не ездил по той дороге. Мне хочется вот по светлому поехать. А если я тут, ну, в общем, буду думать. Пересекаем Керченский мост, Крымский мост и едем на материк. Кстати, здорово, что я тут ночью проезжаю. Днем я его уже видел, вот ночью. Ночью тут своя красота. Сейчас 11 часов, я в Анапе вечером. А до Новороссийска мне еще ехать час. Я надеюсь, там горная местность пойдет. Потому что я не знаю. Ну, похоже. И там буду думать, где заночевать. Новороссийск, ночью, конечно, необычный город. И мне нужно такой здоровый. И он такой промышленный. Весь в фурах. Ну, похоже, им в это время можно ездить или что, я не знаю. Я тут в пробках в одну встал, решил объехать, а сейчас тут другое. Интересно, куда я еду. Вот заехал в частный сектор. Такой здесь подъем. Ну, то есть я посмотрел, гора Черепаха по карте. Мне показалось это интересным местом. Ну, сейчас посмотрим, насколько оно интересно. И как я тут вообще. Чувствую такой подъем затяжной прям. Вверх, вверх, вверх. И дорога такая узкая. Что-то я не знал, что здесь так будет. Ну, интересно. Интересно. Ё-моё, забрался тоже, блин. Что-то здесь какая-то не дорога, ах, не пойми что. Блин, не, по дороге я что-то не хочу ехать. Жестко тут вниз. Приехал тоже. Да, вот что значит по картам ехать. Не знаю вообще, куда ты едешь и что. На машине не подъехать. И мне сейчас так жестко сдавать назад. По темноте. И вообще сейчас там будет не знаю сколько. Ладно, зато как красиво смотреть. Как шумит город ночью. В общем, решил я дальше Новороссийск проезжать. Сейчас на трассу там такой серпантин, судя по карте. Я нашел смотровую площадку, мне там 17 минут ехать на туда. Либо на смотровой площадке, либо перед смотровой там какая-то полянка есть. Не знаю. Ну, надо уже вставать да ночевать. А то что-то я уже... Спать охоту уже второй час. Вот такая вот дорога. Ну, зато интересное место увидел в Новороссийске. Здесь такой старый город. Томики такие, как в Питере некоторые. Почти. Мощно смотрится так. Короче, у нас ночная экскурсия по Новороссийску. Кратенькая. И на выезд давайте-ка. Что-то у меня такие жесткие впечатления от Новороссийска, что он такой промышленный город. Либо я таким маршрутом проехал по промзоне. И сейчас ночь, и поэтому фуры все просто вереницами едут. Ну, вот дорога, которая меня ведет навигатор, она вот вся в промзоне. Порт Илон Новороссийска. Промышленный. Транснефть. Да, смотровая оказалась не очень. Конечно, для ночлега. Что-то я сейчас голову ломаю еще делать. Ну, дальше поеду чего-нибудь. Кажется, я нашел. Отъехал от Смотровой чуть-чуть. Совсем. Вот и горы здесь. А, да, плохо видно. Шоссе, правда, шумно, но зато виды на Новороссийска остались. И здесь такой лесочек. И вроде не такое людное место. Сейчас вот так вот сюда запаркуюсь. Или сюда даже к тропе. А, ну это буду спать головой вниз. Здесь какая-то тропа идет к морю. Нормально. Мне кажется, покатит на сегодня. Ну все, наконец можно заканчивать. В пути, получается, я сегодня был где-то четырех часов в суммарном поле. Ну, это не то, что постоянно за рулем, а именно там установки, ходьба. Туда сюда я в пол двенадцатого выехал. И считаю, в пол второго я приехал сюда. Вот. Все спокойно, еще пока. До следующей встречи.